Мотодельтолетами в белорусской армии оснащены подразделения сил специальных операций. Собственная сверхлегкая авиация, которую на определенных скоростях и при определенных траекториях полета практически невозможно обнаружить, для спецназа незаменимое средство доставки разведывательных и штурмовых групп. Перевозится дельтолет обычным автомобильным прицепом, а чтобы его собрать, достаточно всего несколько человек и буквально 15 минут времени присоединили крыло и можно подниматься в небо. Справиться с дельтолетом в принципе не сложно. Основные органы управления дельтолетом на земле находятся в ногах. Педали поворотов, газа и тормоза. Главное научиться синхронно ими управлять. Ну а в небе, естественно, пользуются исключительно вот этой трапеции, которая управляет крылом. Чтобы стать пилотом мотодельтолета, необходимо пройти такую же медкомиссию, как у летчиков боевой авиации и закончить курсы военной академии, где знакомят с техникой пилотирования, основами аэродинамики и дают базовые навыки управления воздушным средством. Кстати, первое, чему учат летчиков, это руление по полосе, потому что очень сложно одновременно и поворачивать колесом, и пользоваться педалями газа и тормоза, потому что все завязано на ноги. Сверхлегкой авиации все зависит исключительно от подготовленности пилота. Минимальное количество приборов и отсутствие средств автоматизации заставляет летчика надеяться исключительно на себя. Теперь самое время одеваться, инструктор-то уже готов. У меня одели специальную летную куртку, кожаную, чтобы не продувало, потому что наверху гораздо холоднее, чем здесь. Ну и плюс добавьте скорость. Из карманов все достал, все проверил. В Мотодельтаплане два места. Одно для пилота, второе для пассажира. Начинаем с пассажирского, чтобы понять динамику дельталета. После можно пересаживаться на основное. Самое сложное здесь привычность, потому что, ну как я говорил, все управляется исключительно ногами, но пятки управляют поворотами влево и вправо, а носки ваших ног управляют, соответственно, тормозом и газом. Главное не перепутать это во время того, как начинаешь двигаться. От винта. На первом же круге управление берет на себя инструктор. Слишком большая скорость на повороте. На следующем заходе уже сам. Ну что, можно приступать к самому основному и главному элементу. Пора в воздух. Мой первый полет будет ознакомительным, поэтому сидеть я буду позади инструктора. Хотя здесь тоже есть органы управления дельталетом. Специальные ручки. К первому полету практически готов. Страшно до жути. От винта. Отрыв от земли проходит так же легко, как если бы это было просто продолжение движения вперед. Зато набор высоты ощущается всем телом. В небе каждый пилот работает свою программу подготовки. Для начинающих – полет по маршруту. Для тех, кто основательно встал на крыло – фигуры боевого пилотажа. Например, горка. Подъем вверх с максимально возможным спуском. Спектр задач, которые можно выполнять на дельталете, необычайно широк. От переброски личного состава с вооружением и боеприпасами до разведки местности на предельно малых высотах. Но для этого необходимо быть настоящим асом. Своего дела. Это были просто непередаваемые ощущения. Я вам скажу, особенно в те моменты, когда пилот отрабатывает специальные упражнения. И ощущение вот этой полета, ощущение свободы. Я не знаю, пилотам везет, что они летают на таких машинах. Продолжение следует...